2023 год в Чувашии прошел под знаком года счастливого детства, а 2024 год в России объявлен годом семьи. Это, безусловно, объединяющие друг друга события. Что удалось сделать и какие задачи впереди в области защиты семьи и детства? Об этом поговорим сегодня с главой Чувашской республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Сыблых Санатпар Олег Алексеевич. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Идут новогодние дни, как говорят, все вокруг дышит волшебством. Это долгожданный праздник взрослых и детей, но, конечно же, прежде всего, с трепетом его ожидают дети. Прежде чем приступить к основной теме разговора, можете ли вы вспомнить самое яркое ваше детское воспоминание, связанное с Новым годом? Я думаю, что, как и у любого человека, у меня тоже есть такие воспоминания. Можно много, конечно, говорить. Прежде всего, конечно же, это ожидание чуда в виде конкретного подарка. Но я рос в деревне, и во время, когда я рос, мне кажется, самое такое, может быть, эмоциональное наполненное мероприятие – это была лотерея, которая проходила в клубе. Выигрыши-то небольшие были, авторучки, расчески, но само мероприятие было ожидаемым. Туда собиралась вся деревня, стар, млад, как говорится, женщины, мужчины. И вот этот вот ажиотаж – все уходили с выигрышем, самое главное. И вот это, конечно же, очень было мило, и с удовольствием вспоминаю эти моменты. Да, все мы родом из детства. 2023 год в Чувашии объявлен годом счастливого детства. Олег Алексеевич, что для вас означает «счастливое детство»? Попробую очень коротко, тремя тизисами обозначить. Мне кажется, счастливое детство – это когда слышен громкий, здоровый, задорный смех ребенка. Значит, он здоров, значит, у него в семье порядок, есть папа, мама, которые любят. Ну и, конечно же, в остальных вопросах все замечательно. Защищен, обеспечен и так далее. Второй тизис. Мне кажется, очень важно, чтобы ребенок был любознательным. То есть, вот здоровый смех, дальше любознательность. И через это любознательность, чтобы он постоянно теребил на взрослых, папу, маму, учителей, всех теми или иными запросами. Тогда появляется стимул у старших создавать и развивать инфраструктуру. Ну и третий тизис, наверное, это, конечно же, мир. Мир в целом над головой и возможность развиваться и двигаться по жизни на основе своих традиционных ценностей. Чтобы ребенок знал, кто он есть, знал, кем он является, знал историю. Ну и соответствующим образом четко понимал, чем раньше это произойдет, тем лучше ответственность. Мне кажется, вот так вот, коротко, если вот мое понимание счастливого детства. Ну как вы думаете, удалось ли создать атмосферу счастья в целом для детей в республике? Ну вы знаете, мне так кажется, что удалось. Конечно, надо это спросить у детей, насколько они почувствовали себя счастливыми. И я думаю, что многие из них в любом случае, даже если сегодня скажут, что они не почувствовали через годы, они вспомнят этот год. И, конечно же, я думаю, что с удовольствием будут говорить о том, что именно в этом году им удалось что-то открыть себе и для себя. Потому что сделано очень много. Более 130 таких глобальных мероприятий по всем направлениям, которые охватывали все три тезиса, о которых я говорил. То есть это и в области здравоохранения, в области модернизации системы образования, в области поддержки семей. Ну и, конечно же, проведение различных таких, я бы так сказал, сквозных мероприятий, которые обеспечивали максимальную консолидацию наших результатов по различным направлениям для того, чтобы обеспечить синхронность получения информации, знаний, мотивации детьми. Ну, в частности, в качестве такого сквозного проекта был взят проект школьного туризма. Знаете, два года Чувашская республика участвует в пилотном проекте правительства Российской Федерации «Школьный туризм», в рамках которого ученики с пятого по девятый класс охватываются. Но там это делается через туркомпанию, через четкий стандарт с обязательной ночевкой. И в этом году мы, добавив республиканские деньги, расширили категории и третьей, четвертой классы, и девятой, одиннадцатой классы. То есть по федеральной программе пять тысяч детишек прошло, и три тысячи детишек третьей, четвертой и девятой, одиннадцатой классы по республиканской части программы за счет средств республиканского бюджета. Но, взяв вот этот подход и наши наработки в области ранней профориентации, мы школьный туризм использовали как подход школьного туризма для того, чтобы охватить большее количество детей. И охватили более ста тысяч детишек. То есть была создана карта туриста, 38 объектов различного направления. Это промышленные предприятия, музеи и так далее. И дети, посещая эти объекты, оставляли свои эмоции. А какие еще наиболее яркие события и весомые достижения года счастливого детства вам бы хотелось отметить особо? Знаете, вот как я сказал, мы исходили из чего? Сам ребенок и, конечно же, каждый человек, в том числе и каждый ребенок, растет в некой среде, это общество, да? И где есть такие составляющие, которые важны и имеют колоссально важное значение, ну, чтобы быть счастливым, скажем, да? И здесь я уже про школу сказал. Мы там создаем соответствующим образом соответствующую инфраструктуру и содержание. Сами учителя, много с ними работали. Создали новые возможности для развития учителей, грантовая поддержка, конкурсы новые. За счет этого, естественно, поддержали креативные подходы самой преподавательской работы. И год педагога-наставника, который был в Российской Федерации, нам тоже была, конечно же, в помощи в этом процессе. Но учителя доказали. Они в этом году выигрывали федеральные конкурсы, становились лауреатами. Мы еще работали над тем, чтобы создавать, я бы так сказал, настроение в самих семьях. И это делали в том числе совместно с институтами современного гражданского общества. Вот, по-моему, позапрошлым году создали Ассоциацию молодых семей. Замечательная организация, креативные молодые семьи. И вот один из проектов, давайте назову, вот выезжали в музей имени Айдака, молодые семьи. Когда семьи приезжают сначала вот в таких одеждах, потом преображаются в национальные одежды, и целый день погружаются в быт на основе наших традиций. Оттуда уезжают совершенно другие люди. Истории совершенно безумные. И начиная от восторга, погружение в историю, заканчивая тем, что вот уезжали уже практически на грани развода, приехали, помирившись и с намерением жить дальше. И так далее, и так далее. Также в этом году в рамках традиционного марафона благотворительного именем детства во имя детства проходила акция «Взрослые дети». На местах было реализовано несколько десятков проектов. Давайте вспомним. Да, это вот тоже один из таких новых идей, которые были реализованы в этом году в рамках взаимодействия фонда, детского фонда и союза женщин-чувашии. И, казалось бы, традиционный благотворительный марафон именем детства во имя детства решили дополнить или, ну да, один сегмент сделать как отдельный проект «Взрослые дети». И, соответственно, смысл был какой? Каждый муниципалитет выбрал какой-то объект, который создавался в этом году специально для развития детей. Дальше генерировался QR-код, и жители этого муниципалитета участвовали через благотворительный фонд в создании этого объекта. И созданы были очень разные объекты. Это игровые площадки, это Баттеревский район, например, там школьный тир. В Краснодарском районе малоархитектурная форма, которая как раз пропагандирует семейную жизнь и семейные традиции, и он стал сейчас местом таких вот фотозон и так далее, и так далее. Или агролаборатории, которые также сейчас открываются в том числе за счет поддержки сельхозпредприятий. И здесь, когда люди специально для детей уже более ускорены, создают и тем самым прививают любовь к земле. Вот такого рода направления, объектов было достаточно много, и каждый район, 26 муниципальные образования, создали 26 соответствующих специальных объектов. И, конечно же, людям интересно участвовать в благотворительной акции, когда они видят, на какой конкретный объект они отправляют денежные средства, а самое главное, по итогу видят, что из этого получилось. Еще один масштабный проект года «Счастливого детства» — это республиканский фестиваль школьных театров «Азам». Это точно хорошее начинание. Я общался с членами жюри, это наши режиссеры, наших ведущих театров. Они были в восторге от конкурса и сильно переживали накануне дня подведения итогов, что им будет очень сложно выбрать победителя. Дети очень сильно старались, но на самом деле 400 школ, 5000, скажем так, новоиспеченных актеров. Идея-то тоже ведь появилась на основе того, что по привлечению президента почти в каждой школе была осознана школьная театральная студия. Ну и понятно, можно было на этом остановиться, просто отчитаться, вот создали и все. Ну вот как раз инициатива Алла-Лядина Салаева, депутата Государственной Думы, Союз Женщины Чувашии была поддержана Министерством образования. И вот такой конкурс он прошел. Ну и великолепные постановки. Самое главное — вот такая искренняя вовлеченность детишек в постановки и желание, я бы так сказал, подать материал. И мне кажется, фестиваль не просто состоялся, фестиваль запустил очень мощную волну творческого развития наших детишек. То, что они сами готовились, проходили мероприятия на муниципальном уровне, затем было состязание на республиканском уровне, ведь они на театральных помостах Чебоксара приезжали детишки. Это же надо было видеть, какие они были гордые, какие они были такие важные и, самое главное, скажем, вот такие вжившиеся в свои роли. Это очень дорогого стоит. И, конечно же, вот за счет этого многие, может быть, сами того не желая, раскрыли свои внутренние таланты и способности. Сегодня хотелось бы поговорить и о многодетных семьях, поскольку эта тема всегда была и есть приоритетной для нашего государства. В Чувашии какие тенденции? Сокращение или увеличение количества многодетных семей наблюдается в последние годы? Нас радует, что количество многодетных семей растет. Нас это еще больше вдохновляет на то, чтобы больше углубляться в анализ реализуемых мероподдержки, с тем, чтобы вот такая устойчивая тенденция сохранялась и на будущие годы. Вот сейчас многодетных семей у нас более 17 тысяч, но, допустим, в 2012 году их было в два раза меньше. И здесь меры поддержки, которые направлены на многодетные семьи, их более 50, они очень весомые. А самое главное, с 2020 года мы ведем такую очень кропотливую, такую тщательную работу по обеспечению комплексностных подходов, поддержки многодетных семей, как нам поручил президент страны Владимир Владимирович Путин, с тем, чтобы, если мы оказываем государственную поддержку, чтобы семья не оказывалась нуждающимся. И вот в связи с этим я хочу сказать, что уровень государственной поддержки, как в суммовом выражении, он постоянно растет. Он постоянно растет. И самое главное, мы любые дополнительные возможности направляем на то, чтобы решать самые такие, может быть, сложные вопросы. В частности, мы за эти годы полностью ликвидировали очередь для многодетных семей с шестью и более детьми. Сначала мы в 2021 году восемь и более детей обеспечили жильем. Это наша обязанность государства за фиксирование в виде полномочий. В прошлом году семьи более детей полностью ликвидировали, в этом году шесть и более детей. То есть на сегодняшний день у нас семей с шестью и более детьми, которые должны были получить квартиру от государства, таких необеспеченных не осталось. Мы все эти проблемы решили. Дальше у нас ведь сама норма, она распространяется на семьи с пятью и более детьми. Задача поставлена перед правительством. Вообще по всем накопившимся обязательствам со стороны государства по обеспечению жильем в течение пяти лет очереди полностью ликвидировать. Почему не в один год? Потому что это просто физически нереально сделать, если даже мы деньги выделим в достаточном количестве. Квартиры еще надо построить, их надо подготовить. Ну и поэтому задача поставлена и многодетными семьями, и дети-сироты, и другие категории людей, которые должны быть обеспечены квартирами со стороны государства, в течение пяти лет, в ближайших будут соответствующим образом обеспечены. Возвращаясь к многодетным семьям, очень, на мой взгляд, весомая поддержка для многодетных семей – это социальные контракты. Только в этом году 3300 семей воспользовались вот такой формой поддержки. Вот так называемая единая субсидия, которая с 1 января этого года выдается на поддержку семей. Вот в этом году этой субсидией воспользовались у нас более 60 тысяч семей, и эта мера была распространена на более чем 101 тысячи детишек. Сумма, которая была направлена на эти цели, превышает 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Еще пару направлений назову, которые являются такими весомыми, в части поддержки многодетных семей, вообще семей – это обеспечение комплексным питанием тех матерей, которые нуждаются в такой поддержке. Их у нас более тысячи человек ежегодно получают такую поддержку, и на эти цели в этом году потрачено более 30 миллионов рублей. Далее – это региональный материнский капитал. Более 15 тысяч семей их получили, на эти цели за это время направлено более 1 миллиарда рублей. Нашли, мне кажется, мы пути, подходы по решению вопросов обеспечения землей многодетных семей. Вот в этом году первые 250 человек уже заявились на то, чтобы получать альтернативную меру поддержки – это по 200 тысяч рублей денежной компенсации, и, соответственно, они таким образом мы реализовываем право. То есть они живут в городе, они не собираются строить жилье, но при этом нуждаются, ну, соответственно, они вот таким образом могут удовлетворить свое право на предоставление земельного участка. Поэтому семьи, многодетные семьи – это у нас они в зоне особого внимания. В этом году привели в том числе форум, форум многодетных семей, где достаточно подробно обсудили, привели конкурсы, наградили самых талантливых, самых креативных. И, очевидно, вот такие подходы мы будем только развивать и продолжать. А самое главное, через такие подходы наша задача услышать о потребностях и о нуждах семей для того, чтобы направить наши усилия вот в нужное русло, чтобы они приносили эффект. Олег Алексеевич, Говоря о социальной поддержке, мы не можем не сказать про семьи участников специальной военной операции. Какая поддержка им оказывается у нас в республике? Семьи участников специальной военной операции, во-первых, сами участники специальной военной операции, и их семьи у нас находятся в зоне особого внимания. Причем с первых дней, как начало специальной военной операции, мы сразу же приняли такие, на мой взгляд, достаточно комплексные решения, создали центры комплексного сопровождения, межведомственного характера, двухуровневые, соответствующим образом выработали меры поддержки. И нам было где-то легче эти меры оказывать, потому что мы сейчас очень подробно поговорили о различных формах поддержки для многодетных семей. Мы просто-напросто их распространили на семьи участников военнослужащих, в частности, например, горячее питание, двухразовое горячее питание. Мы его ввели еще в 2020 году для многодетных, не обеспеченных, малообеспеченных семей. Соответственно, мы тут же и эту меру распространили на детей специальной военной операции и буквально без заминки начали их обеспечивать вот такого рода поддержкой. Далее у нас есть такая форма, как специальные стипендии главы Чувашской республики. Ну и распространили их на семьи. Естественно, абсолютно бесплатное полное сопровождение семьи в различных жизненных ситуациях, в том числе, когда необходима социальная поддержка, поддержка или посещение в области здравоохранения, образования, бесплатное посещение детей различных кружков, занятий по физкультуре, по культурному развитию и так далее. И вот таких вот мер поддержки для разных сфер, мы первоначально сразу же приняли, по-моему, их там насчитывалось 25-26 мер. И здесь задача, конечно же, чтобы семьи чувствовали себя комфортно, а участники специальной военной операции выполняли боевую задачу. У нас нет разницы доброволец, контрактник, мобилизованный, сотрудник Росгвардии или других правоохранительных органов. Мы последовательно, вот как раз выхватывая, как я уже сказал, те или иные вот такие проблемы, которые возникают, на сегодняшний день, на мой взгляд, урегулировали все вопросы. Мы даже выплатили единовременные пособия, по-моему, их там человек 8 всего лишь было, которые ушли в первые дни, в самые первые дни, через специальные такие, скажем, подразделения, которые не подпадают ни под один вообще категорию. Даже им мы нашли способ выплатить, потому что четко слышим президента, который говорит, что все защитники отечества должны быть на равных условиях. Здесь, наверное, нужно сказать и о помощи детям из подшефного Бердянского района Запорожской области. Это и отдых детей во время летних каникул, и осенних каникул в детских лагерях в Чувашии, и, наверное, и тренировочные сборы юных спортсменов, и гуманитарная помощь. Работа в этом направлении, наверное, и будет продолжаться дальше. Да, несомненно. Мы взяли шество над Бердянским, сейчас они все называются муниципальные округа, раньше назывался Бердянский район, когда мы с ними заключили соответствие соглашения о шефской помощи. И, конечно, наша задача, главное, максимально в короткие сроки их интегрировать в нашу действительность. Там, конечно же, требуется большая помощь с точки зрения организации работ по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, инфраструктуры. Но при этом вот такие составляющие, как вы сказали, летние отдых детишек здесь, приведение с ними здесь различного рода мероприятий по спортивному направлению, по культурному направлению, по другим важным с точки зрения развития направлениям, имеет, конечно, классальное значение с тем, чтобы они максимально быстрее поняли, где они вообще находятся, что это за государство Россия, что здесь народы разные, но при этом все любят свою родину и делают все, чтобы родина жила на основе тех традиций, традиций победителя, традиций защитника, не только себя, но и многих народов и государств мира. Когда подводился республиканский фестиваль «Лучшие на селе» дети, участники фестиваля, вам, может быть, в шутку сказали, что им очень понравился год счастливого детства, и они хотели бы продлить. Но, наверное, по сути, так и получается, потому что 2024 год объявлен годом семьи. Какие мероприятия 2023 года плавно перейдут в 2024 год? Да, несомненно, значит, год, вернее, сами мероприятия, многие, которые запущены, как уже мы с вами говорили в течение нашего разговора, они будут жить, развиваться и наполняться новым содержанием. А то, что в Российской Федерации следующий год объявлен годом семьи, нам это только в помощь. Нам сам Бог велел, вот все эти дающие эффект, уже давшие эффект и имеющие возможность большого потенциала, конечно же, только развивать, наполнять и притворять жизнь. А самое главное, у многих этих проектов инициаторы – это общественная организация, то есть это не правительство, это не администрация. Здесь даже проще это все реализовывать, потому что, когда есть инициатор, люди заинтересованные, общественные, активисты, правительству остается очень мало поддержать и помочь, причем деньги небольшие нужны на все эти вещи. И следующий год у нас год экологической культуры и бережной природопользования в Чувашской республике. Это тоже дополняет части и развивает начатую работу. Ведь мы же, объявляя год, тоже исходили из того, что мы продолжим эту работу. Но самое главное в другом – год счастливого детства, он никогда не начинался и никогда не закончится. Это вообще постоянное направление и точка приложения усилий государства. Это хорошо. В республике, как и по всей стране, проходит акция «Елка желаний». Акция, где каждый может стать добрый волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Вы, Олег Алексеевич, один из первых участников этой акции. Скажите, пожалуйста, вам больше нравится дарить подарки или получать? Вы знаете, вот недавно президентом на одном из недавних публичных мероприятий, когда ему задали вопрос про аналогичный вопрос, он вот сказал то, что очень близко мне. Он сказал, что мы уже, говорит, люди взрослые, тем более люди, которые уже состоялись по жизни, уже больше любим дарить подарки. И нам нравится вот эта эмоция, которая наполняет после того, как человек получает подарок, и ты можешь удовлетворять некие вот такие потребности. Да, я тоже такие же эмоции переживаю, конечно, вернее, проживаю, и у меня тоже такая же потребность. Но подарки получать всегда приятно, самому тоже, конечно, само собой. И вот вы совершенно справедливо сказали, я уже участником «Елки желаний» являюсь почти с самых первых дней его начала. То есть каждый год я участвую, уделяю внимание детям. И вот в этом году впервые начали приходить слова благодарности от детей в виде, в том числе, ручных поделок. Если взять вашу семью, ваши дети вам что-то дарят, принято у вас? Конечно, конечно. Но, знаете, я всегда, когда у меня дети, мы заговариваем о подарках, я им всегда говорю, лучший ваш подарок – это ваш успех. Это мне больше всего радует, вдохновляет и подтверждает, что вот мои труды по их воспитанию, они результативные. А как вы проводите новогодние праздники семьи? Что любите делать вместе? Новогодние праздники, как и все. Конечно же, это большая подготовка вкусного стола, совместная встреча Нового года, обязательное гуляние, фейерверки. Конечно же, Дед Мороз. Мы живем в поселке, и у нас каждый год уже много лет к нам в поселок, приезжает Дед Мороз, где-то примерно в течение часа у нас такие массовые, я бы так сказал, такие развлечения, очень интересные, все выходят у нас. У нас даже специально у некоторых внуки приезжают из других городов для того, чтобы на Новый год специально там привезти у нас в поселке. Поэтому все традиционно, ничего такого сверхъестественного. И действительно, мы стараемся в семье, конечно же, слышать друг друга. До этого, конечно же, проводим очень много таких семейных мероприятий, как Новый год обязательно в семье. У нас устаршие приезжают, у нас вся семья собирается, и это раз. У нас есть очень много других мероприятий семейных. Это семейные фильмы, когда мы смотрим. Вот как раз недавно, когда мы где-то общались, у меня спрашивали, как вы решение принимаете в правительстве, там, голосованием, не голосованием. Я говорю, тут не голосуем, конечно, а вот в семье, когда принимаем решение, какой фильм смотреть, там голосуем. Там голосуем. Что вам хочется пожелать семьям республики в Новый год? Семьям хочется пожелать, ну, прежде всего, дорожить. Дорожить отношениями, дорожить традициями. А самое главное, строить саму семью, исходя из этих традиций. А самое главное, создавать новые традиции. Это говорит о том, что мы, с одной стороны, крепко стоим на фундаменте старых традиций, с другой стороны, их развиваем и даем импульс новым виткам. Ну и, конечно же, желаю, чтобы у каждого исполнялись самые заветные желания, ну а самое главное, чтобы каждый понимал, что для того, чтобы желания исполнялись, надо, с одной стороны, очень сильно хотеть, с другой стороны, конечно же, надо действовать. Ну и самое главное, чтобы, прожив этот год, можно было сказать, что я точно все сделал для того, чтобы реализовать свои цели, а дальше это уже, как нам, как говорится, Бог поможет и укажет. Чинахта, семья бурныши тытка, чидеши бюрин халықыра. Шак, уяв гонезен жезрі, мен сонатар, чываш шемьезене. Сонатар, чываш шемьезене, палах, чын малданах, пирин, умра бурнаганзен, шерплесы хварны ергезене тытынза бұрза, хайгивығатры, хайзене керлі, елазене адавандарза, пұрынмазене. Унзер бүшне, палах, унчээн жухушлана. Хайбалырсағуыңы, тілэвезене, пұрынжа кетчердезесу, пұрынды. Шаға шухушсем, шаға кетчердезе, пұрынжа кетчердезен, палах, пырынханды, пірдік, ғатларахешлемелі, пұрынды. Пұрынды. Вот шағу наду забуыма, пирин, пай-калда бұлдар, сывлыхла бұлдар. Уважаемый Олег Алексеевич, мы благодарим вас за интересную беседу. И вам также желаем счастливого Нового года. Спасибо большое.